Генетическая предрасположенность Я по-прежнему могу гарантировать вам, что людям с подобной генетической конфигурацией совсем не обязательно превращаться в алкоголиков, если они никогда не брали ни грамма спиртного в рот, они не станут алкоголиками, независимо от их генетической предрасположенности. Я думаю, что то же самое относится и к нашей ситуации. Даже если будет доказано, скорее всего это можно доказать, но пока еще не доказано, что определенные генетические конфигурации у людей означают, что они более предрасположены выбрать эту сексуальную ориентацию, это не значит никакой гарантии, что люди сделают именно этот выбор. Ведь можно просто сказать «нет» и не увлекаться искушениями подобного рода, и не мучиться последствиями, которые вытекают из этих искушений. И вполне возможно, что вы не будете вести себя в соответствии с генетической предрасположенностью, если таковая вообще есть. И, как я только что сказал, но хочу еще раз повторить, еще не доказано даже то, что существуют определенные генетические конфигурации у людей, которые бы определяли, что эти люди будут более предрасположены к гомосексуальности. Я думаю, что есть еще одна сторона медали. Люди пытаются сказать, что если мы докажем генетическую предрасположенность, мы сможем принять это как вполне допустимое. Но на основании того, что вы говорили, можно сделать вывод, что и к преступной деятельности может быть генетическая предрасположенность. Но никто не собирается относиться к преступникам, как к составной части созданного Богом разнообразия. И иногда я думаю, что спор заходит в тупи, когда мы обсуждаем вопрос, естественно это или нет. Это просто неверное основание для определения того, что нравственно, а что безнравственно. Да, я думаю, вы совершенно правы. Я думаю, что спор идет в неправильном направлении. Но люди идут в этом направлении, потому что у них есть определенные политические намерения, которые можно будет осуществить, если они смогут доказать что-то подобное. Одна деталь, мне кажется, интересная в исследованиях Лавоя, Шваба и Хоффмана. Интересно то, что никто не сделал даже малейшего предположения, что данные, которые были получены в результате проведения исследований, а именно аутопсии, могли быть обусловлены тем или были результатом того, что человек болел спидом, если он у него был, или если человек уже был гомосексуалистом. Это вовсе не значит, что они открыли причину появления гомосексуальности. Другими словами, даже если существующие генетические особенности, которые относятся только к гомосексуалистам или к лесбиянкам, возникает вопрос. Вот эта генетическая особенность, это причина их сексуальной ориентации, или это последствия их сексуальной ориентации? Исследователи еще не начали изучать этот вопрос. Но я думаю, что это очень и очень существенно. Особенно, если некоторые из этих генетических конфигураций являются последствием того, что человек болел спидом, и того, что происходит с организмом человека в результате этого. Поэтому мне кажется, что очень многое еще нужно доказать из того, что не было даже затронуто, когда речь идет о доказательстве генетической связи между гомосексуальностью и генетикой, то есть существования генетического основания для этого. Еще одно дополнение я хотел бы высказать, так как об этом не написано в главе учебника. Но давайте представим, что так или иначе кто-то смог доказать существование генетической связи с гомосексуальностью. Под генетической связью здесь подразумевают, что если у вас есть определенные гены, вы будете гомосексуалистом. Или под генетической связью понимают, что если у вас есть эти гены и их конфигурации, то вы имеете предрасположенность к этому. Независимо от того, появилась ли у человека эта генетическая конфигурация как последствия спида или без спида, вопрос в том, что делает ли из вас эта генетическая конфигурация гомосексуалиста, или она сама является результатом гомосексуальности. Независимо от всего этого, давайте просто допустим, что у людей есть генетическая конфигурация, из-за которой они рождаются гомосексуалистами. Но даже при этом все равно останется еще один вопрос, который следует задать. Может ли этот предполагаемый факт быть результатом того, как Бог сотворил нас, или это всего лишь патологическое изменение, всего лишь результат нашего обитания в этом падшем мире. Если вы серьезно отнесетесь к тому, что говорит Писание о последствиях греха, то увидите, что грех проявляется не только в сфере наших взаимоотношений с Богом, но и в нашем организме, включая склад ума, телосложения. Это касается не только людей и их обустройства, но и всего естественного мироустройства. Прочитайте послание к римлянам, 8 главу. Павел пишет, что «когда пришел в мир грех, вся тварь покорилась суете». Покорилась суете, но с надеждой. Надеждой на что? Что когда-нибудь наступит день, когда Бог вернет обратно то, что было в первой главе Бытия. Ну, хорошо. Если кто-то верит в то, что проклятие сопровождает грех, и оно влияет на естественное мироустройство, то даже если кто-то предоставит нам доказательства того, что люди с определенной генетической конфигурацией рождаются гомосексуалистами или лесбиянками, или что у них будет сильная предрасположенность к этому, и им будет трудно сопротивляться своей склонности, все равно стоит вопрос, это Бог сотворил их такими, или это последствия грехопадения. Но если это результат грехопадения, то я не думаю, что мы должны принимать это как нечто нормальное. Понимаете, сторонники движения за права гомосексуалистов хотят, чтобы мы верили в то, что сексуальная ориентация занимает нейтральную нравственную позицию, так же как цвет кожи, уровень интеллекта, другие многочисленные отличительные черты, кто-то левша, у кого-то другой цвет волос, другой рост. Все эти элементы Бог включил, чтобы человеческая раса, которую Он творил, отличалась разнообразием. И вот сторонники гомосексуализма говорят, что так как Он включил все это, и Он говорил, что все сотворенное им было хорошо, почему тогда мы должны дискриминировать то, что у людей появилось в результате Божьей творческой деятельности. Но даже если кто-то сможет доказать связь генетики и гомосексуализма, еще и нужно доказать следующий вопрос. Это результат того, как Бог сотворил человеческую расу, или это последствия греха? Вы можете сказать, но на этот вопрос нельзя дать определенный ответ. Я так не думаю. И к концу нашего занятия я уже предложу вам некоторые аргументы, которыми можно ответить гомосексуалистам. Но, оглядывая все вышеперечисленное, если это хорошенько перемешать и бросить в определенном направлении, то может показаться, что научное общество уже доказало, что люди с подобной сексуальной ориентацией не могут управлять ею, потому что она генетически обусловлена. И потому любой, противоречащий этому взгляду, является пещерным человеком, который определенно не хочет перешагнуть в 21 век. Эти предположения должны быть доказаны научно, но наука даже близко не подошла к этому уровню. Нужно рассмотреть здесь еще один момент. Когда вы думаете о таких характеристиках, как сексуальность, интеллект и тому подобное, все эти характеристики относятся к людям, которые достаточно сложно устроены. И было бы удивительно, если бы вы смогли проследить их происхождение и найти один или два отдельных источника происхождения этих характеристик. Что я хочу сказать этим? Разве чей-то интеллект, по крайней мере частично, не обусловлен фактором окружающей среды, в которой человек вырос и воспитывался, а также возможностями поощрениям, которые он получал для его развития. Кроме того, по их методике, коэффициент интеллекта основан на генетическом способе тестирования. То же самое можно применить и к сексуальной ориентации. Мне кажется, что это настолько сложное и запутанная система, в этом участвуют определенные органы тела и гормоны. Здесь также не обойтись без психологического восприятия этого, а также без жизненного опыта. Разве мы можем сказать, что что-то обусловлено только одним фактором, например, генетической структурой человека, и при этом думать, что мы смогли объяснить такую сложную систему настолько примитивным образом. Итак, всем этим я хотел донести до вас идею. Смотрите, чтобы вас не загнали в угол, образно выражаясь, люди, которые ведут себя так, как будто наука доказала, что генетика связана с гомосексуальностью. Кстати, эти люди утверждают, что вам нужно принять статический, спокойный взгляд на гомосексуальность. И единственная поправка, которую надо внести, утверждают они, это то, что людям в обществе следует отступить назад и перестать дискриминировать людей нетрадиционной ориентации на основании того, что они не способны изменить свои гены, и поэтому их не следует дискриминировать. Прежде чем мы пойдем дальше, есть ли у вас вопросы или дополнения в этом аспекте нашей темы? Если теоретически предположить, что существует генетическая связь, тогда получается, что гомосексуалисты сами опровергают свои аргументы. Потому что если эта генетическая связь воспроизводится, то она воспроизводится только посредством гетеросексуальных связей. Это значит, что если есть генетическая связь, если она существует, то она обусловлена гетеросексуальными отношениями. Поэтому получается аномальная ситуация, так как источником и проводником гомосексуализма оказываются гетеросексуальные отношения. Таким образом, как бы показывая, что гомосексуальная связь не нормальна. Я не уверен, что это можно доказать. Это может привести к предположению, что сексуальные отношения и рождение ребенка – это единственное, из чего складывается генетика человека. Это исключает другие возможности генетических мутаций. Предположим, что кто-то думает, что члены этой семьи жили относительно недалеко от ядерного реактора. Они думали, что они на безопасном расстоянии, но откуда ни возьмись, несколько лет спустя у некоторых детей был обнаружен рак, или, может быть, родители заболели раком. И кто-то вполне может предположить, что радиация со станции послужила причиной такой генетической конфигурации. Но я думаю, что самое главное, что человек, принадлежащий к обществу, выступающему за права геев, может думать, что именно так все и передается. Но мы говорим не об этом. Для них важно, что это заложено в генетическом коде, независимо от того, как они получили его. И они считают, что это заложено настолько прочно, что они ничего не могут поделать с этим. Поэтому, когда кто-то дискриминирует их, потому что знает, что гомосексуалисты и лесбиянки рождаются в результате гетеросексуальных отношений, то это уже выходит за рамки заявлений, которые они выдвигают. Я думаю, что, возможно, они более чем готовы признать, что именно через гетеросексуальные отношения все и происходит у большинства людей. Но для них важнее показать, что они не могут сопротивляться этому. Именно поэтому они считают, что никто не должен их дискриминировать, а их сексуальные отношения не должны считаться злом. Вот почему подчеркивается, что это противоречит статистическим нормам. Под этим подразумевается то, что это не противоречит тому, что происходит в природе, или тому, что нравственность считает нормой. Статистическая норма означает, что большинство людей, принимавших участие в вопросе, гетеросексуалы. А если вы гомосексуалист, вы отличаетесь от нормы. Но при этом ничего негативного не говорится о вашей нравственности или интеллекте. Вы просто не попадаете в определенную группу. Именно эту идею хочет донести общество геев о том, как складывается норма, и что может быть нормой. Многие из них могли бы сказать, послушайте, вы говорите, что гомосексуальные отношения ненормальные, что это неестественно, что это противно природе, как писали некоторые авторы. Но откуда произошла сексуальность? Это ведь часть естественного мироустройства. Как вы можете говорить, что гомосексуальные отношения неестественны, если единственным источником происхождения сексуальных отношений остается естественное мироустройство? Я не говорю, что они правы, но именно таким образом они отвечают, и их не очень-то беспокоит тот факт, что они выпадают из статистической нормы. Они определенно будут громко и долго кричать, что не попадание в статистическую норму, не есть показатель безнравственности или того, что они нарушили какие-то нравственные нормы. Вот это имеет отношение к делу по теме нашей беседы. Пожалуйста. Основная статистика, которую я знаю, приводится в главе учебника. У меня нет более современных показателей, но я думаю, что все равно мы говорим здесь о цифре не больше где-нибудь 20%. С одной стороны, если бы кто-то сказал, например, «О, нет, скорее всего, 60% населения являются гомосексуалистами или лесбиянками», и тогда это было бы сильным аргументом против политической, ну, скорее всего, одной из частей политической программы. Видите ли, они не только хотят, чтобы их больше не дискриминировали, они хотят получить особое положение, а это означает, что, как сексуальное меньшинство, они должны приобрести определенные права, которых больше нет ни у кого. Поэтому, если даже кто-то приведет такой количественный показатель, я думаю, что кто-то из людей нетрадиционной ориентации окажется в неудобном положении. Мы очень много слышим, что оказывается очень много гомосексуалистов и лесбиянок заняты в индустрии развлекательных программ. В их руках телевидение и другие средства информации, которые кажутся вездесущими в нашем обществе. И складывается впечатление, что если кто-то работает сценаристом в Голливуде, то мужчина должен быть непременно гомосексуалистом, а женщина-лесбиянкой. Порой кажется, что нелегко найти гетеросексуального автора сценария. Судя по тому, как это преподносится зрителям, кажется, что гомосексуалистов и лесбиянок огромное количество. Я думаю, что отчасти мотивирующей силой парадов геев становится их желание показать нам, что их намного больше, чем мы думаем. Что это давно уже перестало быть необычным явлением, как некоторые предполагают. Но если взглянуть на статистику, какое количество таких людей было на самом деле выявлено, а потом сравнить с населением страны, то их окажется совсем не так уж и много. Я до сих пор помню, как несколько лет назад мы поехали в одну из миссионерских поездок в Европу. И так получилось, что мы с братом должны были проповедовать в Берлине, столице Германии, в конкретный день воскресенья. Мы закончили преподавание в Амстердаме в пятницу днем, и нам нужно было прибыть в Берлин в воскресенье, до того, как начнется воскресное утреннее богослужение. Если вы посмотрите на карту, то увидите приличное расстояние для автомобильного путешествия. Все было хорошо, когда мы отправились в путь в пятницу из одного городка в Германии. И мы думали, учитывая прекрасные немецкие автострады и относительную скорость автомобилей на дорогах, что это будет нетрудно. И на самом деле не было сильного движения, пока нам не осталось доехать, я думаю, каких-то километров 15 или 20 до Берлина. Автострады там превратились в места для парковки. Мы не могли сразу понять, что там происходило. Нам потребовалось несколько часов, чтобы проехать последние километры. Что же там происходило? В тот особенный уикенд в Европе отмечали так называемый уикенд любви. А что это такое? Все геи, которые могли приехать, отправились в Берлин. И в тот уикенд проходились парады и другие мероприятия геев и лесбиянок. Эти люди приезжали не только со всех уголков Германии, но и из различных европейских стран. Мы добрались до места своего назначения, а когда мы смотрели вечерние новости, то поняли, почему так много времени потребовалось нам, чтобы проехать последний отрезок нашего пути. В новостях показали толпы людей в центре Берлина. А потом сказали, по нашим оценкам, здесь собралось около 2-3 миллионов людей. Да, создается впечатление, что там огромное число людей. Но эти люди съехались из разных стран Европы. И если сравнить их число с общим населением Германии, не говоря уже о Европе в целом, то их не так уж и много. Я вовсе не хочу сказать, что все гомосексуалисты и лесбиянки Европы съехались на тот уикенд. Но если бы их число было ошеломляющим, то вы бы ожидали, что их должно быть намного больше. У меня нет статистики на сегодняшний день. Эту информацию я собираюсь найти, чтобы включить в исправленное издание нашей книги. Потому что порой возникает вопрос, а что если, допустим, допустим, 30% людей заявили, что они ведут вот такой образ жизни? Знаете, я бы сильно удивился. Но предположим, что это так. И тогда возникает следующий вопрос. А возможно ли так, что, возможно, в 70-е, 80-е и в начале 90-х годов было на самом деле много таких людей? И они просто боялись признаться в этом? Всегда ли было так много людей с такой ориентацией на протяжении истории? Возможно, такое, что единственное, что изменялось, так это то, что люди сейчас более склонны обсуждать это и признавать это? То есть они хотят сказать, что в мире всегда было так много таких людей? Я точно не знаю, как можно доказать первое или второе. А для того, чтобы продвинуть политические требования гомосексуалистов, они, скорее всего, не захотят отвечать на этот вопрос. Они просто провозглашают. Сейчас мы здесь, посмотрите, как нас много, что вы будете с нами делать. И хорошо, если это не будет что-то ужасное. Я не слышал, но только потому, что я не читал немецких газет или журналов, я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил, знаете ли, нам нужно представить этим людям привилегированное положение. Помните, в Германии, во времена правления Гитлера, если находили человека с такой сексуальной ориентацией, то отправляли его в газовую камеру. Если не забыли, я рассказывал вам на прошлом занятии, что одна из главных причин, почему в Европе они выступают против смертной казни и любого применения столь крайних мер к человеку, так это потому, что это напоминает им о смертных лагерях Гитлера. Много лет прошло с тех пор, но не думайте, что люди уже забыли или проявляют равнодушие к этому. И я думаю, что есть очень много гомосексуалистов и лесбиянок в Европе, которые в какой-то степени боятся, что, возможно, общество восстанет против них и поступит с ними, как Гитлер, например, поступал с гомосексуалистами, лесбиянками, евреями и другими категориями людей во время Второй мировой войны. Есть еще дополнения, вопросы. Жаль, что я не могу предложить вам статистику на сегодняшний день. У меня ее нет. Но я думаю, что я просто не видел в последние годы, чтобы упоминалось 30, 35 или 40 процентов людей с такой ориентацией. Может быть, кто-то из вас видел такую статистику? Обычно такую статистику вы не услышите в новостях и не прочитаете в газете. Обычно говорят о том, сколько людей участвовало в параде геев на конкретный день. Итак, другие дополнения, вопросы, пожалуйста. Я также обратил внимание, что исследования проводились в основном только среди мужчин, и их было совсем немного. Но женщин было еще меньше. Я прочитал, что мужчин было вчетверо больше. Но удивляюсь, что слишком громкие заявления делаются на основании этих результатов. И я предполагаю, и меня это беспокоит, что автор этого исследования даже не придерживается того, в чем мы убеждены по отношению к научному эксперименту. Отсутствуют критерии повторяемости. И я думаю, что для проведения сопоставлений сам эксперимент должен проводиться по-другому, а не по измерению размера гипоталамуса. При наличии всех этих отклонений, мне кажется безосновательным делать заявления, которые уже были сделаны сторонниками гомосексуализма. И я беспокоен тем, что я принадлежу к динаминации, в которой научное доказательство, как мне кажется, служит для обеспечения, для вовлечения нас в процесс принятия решений. Да, очень часто это представляется таким образом, что мы должны поверить на слово этим людям, если они говорят, что ученые доказали это. И каждый, кто скажет, нам хотелось бы получить конкретные данные, конкретную информацию, чтобы поговорить с вами об этом, если вы начнете делать это так, как это описано в главе учебника, то вы, скорее всего, услышите в ответ, ну вот, снова эти отсталые мракобесы, эти антинаучные фундаменталисты поднимают свой голос. Но когда вы посмотрите на количество участвовавших в исследовании респондентов и примените все, о чем вы только что говорили, станет видно, что цифры не сходятся с реальностью. И даже если бы этих нереальных величин не было, как я уже упоминал ранее, никто еще не доказал, что генетическая конфигурация делает человека гомосексуалистом или генетическая связь дает человеку предрасположенность к этому. Никто даже не пытался разграничить эти понятия. А я думаю, что очень важно знать разницу. Если есть предрасположенность, но нет проявлений, то вполне возможно избежать этих проявлений. Представьте человека с генетической предрасположенностью к алкоголизму. И я могу гарантировать, что этот человек никогда не станет алкоголиком, если навсегда откажется употреблять спиртные напитки в своей жизни. Хорошо. Я думаю, что это снова подводит к высказанной мной мысли. Похоже, что это спорно. Если мы сможем доказать, что это связано с генетикой, то тогда всем придется принять это как норму. Но на самом деле мы не можем прийти к этому выводу. И нам не нужно никуда идти, если ребенок родился таким. Я думаю, что вы правы. Проблема намного сложнее, чем то, как это представлено нам. Следовательно, это нормально. Вы понимаете? И теперь печально то, что те, кто представляют эти данные, не анализируют их со всей серьезностью. С одной стороны, если вы транслируете новости, то ваша работа, конечно же, передавать новости, а не придумывать новости. Но, естественно, что очень часто приводятся свои комментарии к новостям, и люди воспринимают это позитивно. Это для них лучше, чем просто передавать и слушать передаваемую информацию. Но я думаю, что это показатель того, кроме всего остального, что всем нам необходимо обладать способностью мыслить критически, а не просто соглашаться с чем-то, потому что это было сказано человеком, занимающим высокое положение, кем бы он ни был. И я бы отнес это ко всему тому, чему вас учат в семинарии, трините здесь. Я думаю, что по большому счету все правильно. У преподавателей имеются докторские степени. Но вам нужно проверять их точку зрения, чтобы самим увидеть, стоит ли придерживаться таких позиций. Я не беспокоюсь о последствиях такого отношения к тому, что здесь преподают. Но меня беспокоит, когда люди принимают на веру что-то, попадаются на крючок, не пытаясь задавать какие-то вопросы, не пытаясь проанализировать то, что считается доказанным. И вообще, студентам нужно подумать, как бы они сами доказали то, что необходимо доказать, в том числе, чтобы не поддерживать программу гомосексуалистов, продвигаемую в средствах массовой информации. Я думаю, что в основном нам предоставляется определенная информация. Но нам не сообщают, что все выводы нужно еще доказать. Нам просто говорят, что это уже доказано. И этого достаточно, чтобы заставить людей оставить гомосексуалистов в покое. Люди могут сказать, «Вы же знаете, что меня нельзя сажать в тюрьму? У меня генетическая предрасположенность к этому». Достаточно интересно то, что в конце 19 и начале 20 века жил очень знаменитый адвокат, защитник. Имя его, я уверен, вы слышали, в связи с каким-нибудь делом. Это Клэренс Дэррол. Очень часто в качестве защиты он использовал, нет, не генетику, а влияние общества. Он часто говорил, что то, кем мы с вами стали, и то, что мы с вами делаем, это результат окружения, в котором мы выросли, того, кто был рядом с нами и так далее. То есть, результат опыта, приобретенного в этом обществе. Поэтому Дэррол не утверждал, что его подзащитный не совершал преступления, в котором его обвиняют. Но он утверждал, что если этого человека и следует отправить в тюрьму, то туда следует отправить и все остальное общество, потому что преступление обусловлено причинно-следственной связью с обществом и с культурой, в которой он воспитывался. Это вовсе не означает, что это звучало убедительно для суда присяжных. Но вы можете увидеть, какие аргументы приводились. И еще есть один очень похожий аргумент по отношению к этому вопросу. Человек заявляет, что он жертва генетики. Или если кто-то хочет продемонстрировать отсутствие фактора влияния ближайшего окружения, то тогда использует следующий довод. Хорошо, ведь мы согласны, что семья, в которой каждый из нас вырос, оказывает определенное влияние. И что может сделать ребенок? Новорожденный ребенок или маленький ребенок? Разве он может игнорировать это? Даже если в какой-то степени это оказало влияние, почему меня дискриминируют? Я не мог сделать ничего другого. Субтитры создавал DimaTorzok